Привет всем! Полыхает коронавирусная пандемия и не в одном северном полушарии. В ряде стран южного полушария наблюдаем такую же картину. Примером может быть Бразилия. Была надежда, что с началом весны ситуация существенным образом улучшится благодаря двум важным факторам – сезонному переходу от зимы к весне, а также начавшейся вакцинации. Не прошло еще и месяца, как она стартовала, но в мире вакцинировано уже более 50 миллионов человек. Но вот незадачка, на которую обратили внимание Центры по контролю и профилактике заболеваний США. Есть опасность, что возникший в Великобритании и распространившийся теперь повсеместно по миру очень заразный штамм коронавируса приведет к тому, что весной пандемия заполыхает еще более серьезным образом. Что для этого делать? С одной стороны, конечно же, продолжать выполнять необходимые профилактические мероприятия. Это социальное дистанцирование, ношение лицевых масок, хигиена рук, это изоляция, а также в необходимых случаях и карантинные мероприятия. Но второе важное условие, и на него обращает внимание Центры по профилактике и контролю заболеваний США, ускорение вакцинации, как можно более широкий афат населения. И вот здесь имеется тонкая деталь. В одних странах вакцины широко доступны, в других, однако, имеются серьезные проблемы. Если государства этого не поймут, если вакцина не будет распространена равномерно по миру, прогреши могут оказаться не только страны, где с вакцинацией проблема, но и те, где вакцинация осуществляется, казалось бы, очень эффективно. Хочется надеяться, что человечество проявит здесь разум, и будут созданы благоприятные условия для вакцинации по всему миру. Кто вооружен, тот защищен. Берегите себя. Будьте здоровы.